Давние друзья налаживают деловые связи. В Ульяновск приехала делегация из Республики Беларусь. Председатель Минского горосполкома, чрезвычайный и полномочный посол, промышленники. Гости встретились с губернатором Ульяновской области и руководителями местных предприятий. Республика Беларусь остается нашим ключевым партнером. За прошлый год внешний торговый оборот между нашими регионами и Республикой Беларусь оставил без малого 59 миллионов долларов США. Это на 22% больше по сравнению с 2020 годом. Ульяновская индустрия интересует белорусских партнеров. В первую очередь машиностроение. В условиях санкционного давления необходимо скооперироваться. В этом уверен посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой. Если возвращаться к товарообороту, Ульяновская область – один из немногих регионов, где и экспорт из Беларуси, и импорт, ваш экспорт в нашу республику, они, можно сказать, сбалансированы. И превалируют продукты именно готовые, высокой добавленной стоимости. Очень мало в России регионов, с которыми мы имеем настолько сбалансированную торговлю. Планируется и создание совместных предприятий. Наладить контакты, найти точки соприкосновения, кооперацию с российским рынком и в том числе с Ульянской областью. Это по сборке, по разработке комплектации и производству комплектующих деталей, деталей сборочных конструкций ДСЕ, либо целых узлов-агрегатов. Представители Ульяновской и Минской торгово-промышленных палат подписали соглашение о сотрудничестве. В дальнейшем стороны будут развивать деловые отношения. Основной акцент на автопром. В первую очередь это автовазы, от них это белорусские автомобили, МАЗ, это трактора белорусские, от них мы поступляем сельхозтехнику белорусскую, это ГОМ-сельмаш, поэтому поставляем им туда, будем говорить, продукцию ульяновских предприятий, как сельскостное значение, так и других сфер экономики. Также подписали соглашение между ульяновским филиалом акционерного общества «Сагаз» и торговым домом «Акро». Виктория Черкова, Артем Куранов. Управда ТВ.